Творчество — это такая инфекция. Сначала я всё-таки скажу, что я считаю главным. Должен ощущать себя гением, а все остальные пошли вон, дураки. Ты должен каждый раз сомневаться в том, что ты вообще имеешь право, что ты что-то способен. То, что я делаю, это не репортаж. В какой технике, в какой плоскости это реализуется, это уже другой вопрос. Конечный результат непредсказуем. Профессия технологичная. То есть фильм, в котором нет ни одного снятого мною кадра. Поэтому зачастую какие-то художественно очень выразительные фильмы и выдающиеся как раз не получают награды. Должен быть какой-то переворот. Друзья, сегодня у нас на подкасте режиссер, автор документальных фильмов Владимир Непевный. Здравствуйте. Привет. Я посмотрел Википедию про тебя. Там впечатляющий список документальных фильмов. И хочется знать, вот твое ощущение, снял ли ты уже свой лучший фильм или он будет только впереди? Ну, ты знаешь, я так не думаю, конечно. Но, с другой стороны, тот фильм, который вот сейчас делаешь, он, конечно, всегда главный. Тот, который ты делаешь в данный момент обычно, да? Ну, или который только что закончил. Он самый важный. Но это всегда так, что ты полностью выкладываешься. Вся душа в нем в данный момент. А какой фильм последний у тебя, крайний? Можно сказать, последний. Я не сувер, да. Потому что крайний для меня как-то тоже звучит. Как-то сбоку, что ли. Да-да-да. Вот. Последний фильм, его как раз премьера недавно состоялась на Хайфском фестивале. Но он действительно очень для меня важен. Этот фильм называется «Когда мы вернемся». И это фильм, который я снимал в Германии в прошлом году. И, в общем, он о том, что больше всего беспокоит, волнует о том, что началось полтора года назад о войне в Украине, об агрессии России. Сейчас у тебя еще будет большое поле для творчества, связанное с войной здесь, в Израиле. Это сложный, да, сложный вопрос. Потому что, с одной стороны, по большому счету, как ни странно, препятствия и вообще драматические обстоятельства – это всегда очень сильный стимул для творчества. Это действительно так, в общем. Но ты уже начал думать о какой-нибудь идее, связанной с Израильской войной? Ну, проблема в том, что то, что я делаю, это не репортаж. Не потому что я против репортажа, а потому что это другая профессия. И в ней есть блестящие профессионалы, за которыми мне не угнаться. Для меня важно, с одной стороны, важно действительно говорить о том, что снимать о том, что происходит здесь и сейчас. Потому что то, что происходит, это, конечно, самое важное сейчас. А с другой стороны, нужно найти какой-то ракурс, не прямолинейный. Не то, что требует вот сегодняшнего такого мгновенного отклика, да. Вот, как это, утром в газете, там, вечером на ТВ, да. Это, ну, это другое немножко. Ты затронул тему профессии, да. И касательно профессии, скажи, вот, как ты думаешь, режиссерами становятся или рождаются? Вот в твоем случае это что было? Ну, сначала рождаются, потом становятся, я думаю. Ну, твой опыт, он как, вот ты как пришел к этой профессии? Через способности или через развитие каких-то навыков? Ну, вообще, я думаю, я думаю, что, если говорить, в принципе, о художественном творчестве, да, то главный, что ли, стимул для этого – это восприимчивость. То есть, если ты должен как-то, если ты как-то остро воспринимаешь жизнь вообще, да, то у тебя возникает, так или иначе, желание этим поделиться своим восприятием. То есть, это и есть вот эта та способность режиссерская, первоначальная, да? Ну, нет, я думаю, что это как бы то, что предопределяет способность и потребность в творческом акте. А в какой технике, в какой плоскости это реализуется – это уже другой вопрос. Вот, ну, у меня так получилось, что, там, я не умею, там, ни рисовать, ни петь. И поэтому, ну, это, на этот счет очень много шуток есть, что режиссеры, вот, становятся люди, которые просто не умеют ничего другого, да. И, ну, ну, так, в общем, это действительно, в общем, в итоге как-то постепенно, я довольно не сразу, у меня была некоторая робость еще перед этим. Но у меня была очень, в итоге, очень хорошая практика. Я делал, первое, что я делал, я три года на телевидении делал передачу о кино. Заряжался энергетикой фильмов? Не просто энергетикой, а вот я, как бы, на пальцах осваивал это ремесло. То есть, с одной стороны, изучал фильмы на монтажном столе, фактически, а с другой стороны, сам снимал вот такие маленькие, небольшие такие портреты режиссеров, современных режиссеров, режиссеров классиков. И это были такие небольшие 50-минутные сюжеты, которые предваряли, собственно, показ фильма. А в какой момент вот ты почувствовал, что вот я, вот, режиссер? Если раньше, ты говоришь, что были пробы какие-то, робость, вот что произошло, случай какой-то или что, что вот сподвигло тебя считать себя режиссером? Ну, или осознать себя режиссером? Нет, если говорить, если говорить в смысле ремесла, потому что режиссер — это еще ремесло. А, окей, то есть, есть разделение. Есть режиссер — это как профессия, а есть режиссер — это как творчество. Да, ну, потому что эта профессия технологичная. И если ты, как бы, не владеешь этими средствами технологическими, какое бы у тебя ни было гениальное видение, ты просто не сможешь его реализовать. По идее, тогда нужно, если мы человека, там, номинируем на какую-то режиссерскую награду, нужно, вот, как бы, пояснить, это он режиссер сейчас был по, как бы, по душе, да, по творчеству, или он все-таки, как бы, технически просто все сделал? Нет, это не совсем так. То есть, я имею в виду, что это неотделимо. Окей. Это как раз в том-то и дело, что это разделить невозможно. Хотя, между прочим, вот, если говорить про Оскар, вот, то он как раз присуждается главным образом за профессиональное качество, в общем-то. И поэтому зачастую какие-то художественно очень выразительные фильмы и выдающиеся как раз не получают награды, а в первую очередь награждаются за те, которые обладают безусловным профессиональным качеством. Технически верные, грамотные. Не то, что именно профессиональным качеством. Ну, вот, в профессии я себя ощутил, как бы, уверенно, ну, не знаю, там, сделав, там, ну, болтора, десятка фильмов. То есть, я понял, что я могу, то есть, если мне вот скажут, там, допустим, предложат сделать какой-то фильм, который даже, там, может, не будет, там, меня так увлекать, не будет, там, моего какого-то замысла, то я могу профессионально это выполнить, могу найти оптимальное какое-то профессиональное решение. Почувствовал себя вот как творческий режиссер? Ну, это почти сразу. Ты как бы должен, это как бы такой момент тоже парадоксальный, потому что, с одной стороны, ты должен ощущать себя гением, а все остальные пошли вон, дураки, а с другой стороны, каждый раз переживать, что вот ничего не получится, и все это ужасно, и я ничего не умею. Это как бы вот... То есть, ты тоже эти чувства испытываешь периодически? Конечно, конечно. Ну, в той или иной степени. Да, 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 и это нормально как раз, это для... Вот если говорить, в чем разница как раз творческой, творческого ракурса, да, от профессионального, то как раз творчески ты должен каждый раз сомневаться в том, что ты вообще имеешь право, что ты что-то способен, что у тебя почему-то это должно получиться. И это как раз таки, может быть, и является таким показателем, что ты на правильном пути, если ты сомневаешься, терзаешься в сомнениях. Тут очень простой критерий, потому что в творчестве для тебя конечный результат непредсказуем, ну, в какой-то степени, да, в какой-то степени ты его представляешь, а в какой-то степени ты не знаешь в итоге, что получится. А если говорить о профессионализме, то тут совершенно противоположная ситуация, потому что ты точно должен знать конечный результат и, собственно, методы, алгоритмы, которыми ты достигнешь этого результата. Вот. Это почти у нас такой философский, в общем-то, диалог получился. Да, ну, и вот я люблю философию. И вот в связи с этой темой, да, вот мы начали говорить, осознать себя режиссером, да, творческим. И вот как понять, на твой взгляд, вот как человек может себя воспринять режиссером? Как вот самому человеку узнать, что у него есть склонность к режиссуре? Ну, просто делать фильмы или спектакли. А там какое-нибудь жжение особенное в сердце там или там какие-то голоса? Это безусловно, это безусловно, но как бы все равно, ну, только в процессе. Я правильно делаю вывод, что все-таки режиссура, она все равно тебя вытолкнет к творчеству. Если ты в душе режиссер творческий, то это все равно будет как-то проявляться в желаниях, в мотивациях. Ну, в общем, да, в общем, да. Потом, я вообще думаю, что творчество – это такая инфекция, такая вот зараза, которую ты можешь подхватить, и она может не сразу, но как бы проявить себя. Потому что я ведь закончил, у меня ведь первое образование математическое, то есть я математик-программист по первому образованию. Да, я читал в Одессе. Да, в Одессе в университете я закончил мехмат, причем довольно прилично, у меня около четверки был средний балл, что для мехмата это, в общем, очень хорошо. Но перед этим у меня был театральный класс, и потом еще была театральная студия. И вот там, собственно, вот этот вирус творчества я и подцепил. И через какое-то время он в итоге, в общем, проявил себя. А можно как-то самозаразиться этим вирусом? Ну, вот у меня так это и произошло. А ну, посоветуй, вот как человеку заразиться вирусом творчества? Где его найти? Я думаю, специально не надо. Если есть потребность, то человек найдет. Потому что, ну вот я почему-то потащился в театральный класс, потом в театральную студию. Но я и до этого что-то такое искал. Если есть такая потребность, она так или иначе, я думаю, проявится. Ну, вот касательно потребностей поиска, да? Как ты вот сейчас воспринимаешь себя? Есть ли у тебя какая-то миссия? Какая-то вот твоя личная на земле миссия? Ну, это как бы я все-таки не прибегаю к таким пафосным формулировкам насчет миссий. Но есть как бы, ну, особенно в такие ситуации, я бы сказал императив. То есть императив – это то, что ты не можешь как бы поступить иначе. Ты поступаешь таким образом, как ты не можешь поступить иначе. В общем, кардинальная ситуация. То есть это и есть твоя миссия, твой долг какой-то, да? Ну, я это ощущаю как некий императив, да. Что если я документалист, то в такие моменты я должен снимать, делать фильмы про то, что происходит рядом. Про то, что происходит с людьми. И я снял самый для меня необычный фильм во время пандемии. Кстати говоря, то есть фильм, в котором нет ни одного снятого мною кадра. Он называется «Собутыльник онлайн». Ну, в общем, это такой уникальный. Его можно найти в сети. Это, в принципе, необычный фильм. Ну, и для меня особенно необычный. Там все действие происходит в скайпе. И это реально, реально вот разговоры людей с человеком, ну, вот девушкой, которая за деньги оказывает такую услугу выпивать. На камеру. С разговора, да, и общаться. Поэтому я вот сделал этот фильм про то, как люди переживают вот этот опыт пандемии, изоляции. То есть твоя миссия или твой вызов? Ну, для меня это императивник. Да, это ты как почувствовал какую-то вот энергию, что это твоя задача на данный момент сделать вот это. Конечно. Владимир, я понимаю, это сложная задача, но я верю, ты справишься. Попробуй. Можно ли всю вот эту, весь путь документального кино разложить по этапам? От начальной точки до последней? Ну, значит, сначала я все-таки скажу, что я считаю главным для того, чтобы сделать документальный фильм. Значит, это замысел. То есть ты должен представлять некий фильм, который зрителям будет интересно смотреть на протяжении какого-то времени. Это может быть там 10-15 минут, а может быть час и больше. То есть это тоже важно понимать. Есть замечательная книга Аристотеля. Там, собственно, написан рецепт, из чего должно состоять художественное произведение, драматическое произведение. Это начало, середина и конец. Это вроде бы очень просто, но на самом деле это очень глубокая, на самом деле, мысль. И сложная. Да, да. То есть это должно, в общем, обладать некой протяженностью, которая будет зрителя держать. А это значит, что зритель должен на протяжении этого фильма менять отношение к происходящему. То есть ему должно быть, ну, например, там сначала грустно, потом вдруг смешно. Или наоборот, сначала смешно, потом грустно. Или как бы страшно, а потом как-то весело. Должны быть какие-то такие эмоциональные качели. Да, да. То есть должно, оно должно или отталкивать там, или наоборот притягивать. Да, то есть должно быть какой-то, внутри должен быть какой-то переворот обязательно. То есть в середине. Да. Но при этом специфика документального кино, что как бы ты замечательно не придумал свой фильм. Там Хичкок говорил, что, то есть Рене Клер, по-моему, говорил, что фильм, собственно, уже придуман, осталось его только снять. А в документальном кино иначе. Потому что ты взаимодействуешь непосредственно с реальностью, которую ты пытаешься каким-то образом предвидеть, естественно. Но на 100% это невозможно. И это как раз хорошо. И это интересно. То есть и ты должен быть готов по ходу дела менять свой замысел. Вот это очень сложный момент. Потому что ты можешь упорствовать и говорить, а я все равно сделаю так, как я хотел. Но если ситуация изменилась и как бы история изменилась, то глупо держаться за то, что ты думал вначале. Значит, ты должен, в этом и уникальность документального кино, как вида, некого искусства. Что ты работаешь в тесном контакте с меняющейся реальностью, с меняющимися людьми. И поэтому ты должен все время как бы думать про свой замысел, все время его корректировать, а иногда даже кардинально менять. Ну, в игровом кино, на самом деле, это тоже происходит, но по-другому. Вот. В документальном, в общем, это важнее. Вообще интересно. Вот. А если говорить об этапах, то они такие же, как в обычном кино. Это сценарный замысел. Ну, сценарий редко прописывается подробно в документальном кино. Это скорее, он прописывается скорее для фонтов. Потом процесс съемки. А дальше постмонтаж и постпродакшн. То есть, так же, собственно, как в любом кино. Какая последняя точка у фильма? Вот, допустим, у документального фильма. Что является вот все закончено? Его миссия выполнена? Встреча со зрителем. То есть, встреча со зрителем. Да. Ну, вот она однажды произошла. Или это встреча прям вот потом годами? Ну, вообще полезно показать рабочий вариант предварительный. Да. Показать какой-то группе. Это полезно. Действительно. И у меня вот как раз с последним фильмом такое было, что я почувствовал там. Ну, в общем-то, и были отзывы. Но главное, что ты, когда ты смотришь рядом со зрителем, проблема в том, что ты, когда долго снимаешь, ты начинаешь зависеть от материала. Тебе часто все кажется интересным, важным, в общем, и жалко расстаться с чем-то. Но иногда нужно чем-то уметь пожертвовать ради целого. То есть, уметь пожертвовать частным ради целого. Это довольно трудно. И вот как раз такие предварительные просмотры, они помогают. Потому что ты чувствуешь вот просто кожей, чувствуешь, что здесь вот зрительское внимание ослабело. И, наверное, важно еще наблюдать за реакцией зрителя, да, вот в этот момент. Она прямо чувствуется. Она чувствуется на физическом уровне. То есть, ну, присутствовать в зале прямо и фиксировать, где засмеялись, где не поняли. Ты рекомендуешь прямо перед тем, как публиковать свой фильм. Да, безусловно. А это может относиться к роликам каким-то коротким? Тоже лучше показать аудитории? Я все-таки про фильмы больше могу говорить. Потому что ролики – это все-таки другое. Но у меня была такая теория, вот я хотел спросить у тебя. У меня была теория, что если ты будешь делать короткие ролики, даже вот там для ТикТока, но с полным сопровождением драматургии, с полным фаршем режиссуры, они будут лучше восприниматься зрителями? Конечно, конечно. Нет, дело в том, что вообще драматургия – это не как бы не украшение, это не как бы красивая рамка, а это то, что держит зрительское восприятие. То есть, с одной стороны, держит зрительское восприятие, а с другой стороны, заставляет уже после просмотра как-то возвращаться к этому. Почему люди возвращаются смотреть фильмы, которые они уже знают, все там знают? Почему они их опять смотрят, как ты думаешь? Ну, чтобы еще раз пережить впечатления. А может быть, увидеть еще что-то новое, открыть. Такое тоже бывает. Но ты пересматриваешь какие-то фильмы? Да, конечно. Почему ты их пересматриваешь? Ну, есть фильмы, которые я очень люблю, которые я чувствую, что по настроению они мне. Получить эмоции? Конечно, да. Эмоциональную реакцию, конечно. Испытать то удовольствие, которое… То есть, это, по сути, одна из конечных целей – дать эмоции людям? Конечно, да. Ну, вот как-то получилось вроде. Да, да. Что-то сформулировать. Пару вопросов последних. Насколько я знаю, ты сейчас живешь в Тель-Авиве. Да. И ты изучил немножко здесь рынок, киноиндустрии. Какие здесь настроения и в чем они отличаются от российских, например? Ну, только тут речь не о Тель-Авиве, а об Израиле. Да, да, да. Я, в принципе, еще до приезда в Израиль уже некое представление о кинематографе Израиля все-таки у меня было, потому что я видел сериалы, видел какие-то фильмы и видел документальные фильмы, и они, в общем, очень хорошие. Видел много хороших фильмов израильских, документальных на фестивалях. И уже здесь, конечно, я более плотно погрузился. И, ну, в общем, это действительно целая индустрия. Документальное кино, она очень развита в Израиле. И снимается, во-первых, довольно большое количество фильмов. Отличается сама структура, система этой индустрии от российской? Или, в принципе, все то же самое? Нет, конечно, отличается, потому что ведь в России до последнего времени, но я не могу говорить за последние два года, но до этого были очень ограниченные ресурсы финансирования, механизмы финансирования. То есть это, собственно, только Министерство культуры. Ну, то есть там еще были какие-то специальные фонды, но они, в общем, не делали погоды. Но при этом, вот как ни парадоксально, как раз два года назад был проведен конкурс в соответствии, вообще-то говоря, пришла новая команда в департамент кинематографии. И они провели открытый конкурс по всем, вообще-то говоря, мировым стандартам. И то есть это была абсолютно открытая конкуренция. И я тогда выиграл грант на научно-популярный фильм, который недавно закончил. Вот. И, ну, естественно, это все закончилось. А в Израиле? А в Израиле? В Израиле существует, ну, я не скажу сейчас точно сколько, ну, в общем, ну, где-то порядка шести-семи фондов. Негосударственных. Они частично, да, это частные фонды. При поддержке государства. Это частные фонды, но там есть, да, участие государства. Кроме этого, телеканалы заказывают, и это три телеканала. То есть здесь все-таки шире. То есть получается, ну, в общем, ну, тут сравнить несложно. Или один источник, или десять источников. Поэтому здесь и много снимают. Механизмов, да, финансирования. Конечно, это очень важно. И, ну, конечно, конкуренция серьезная. Но при этом сам механизм очень отлажен. И я, поскольку вот сейчас как раз прохожу эти ступени, и я подал как раз и жду ответа. Ну, во-первых, ты подаешь, твой проект анонимно рассматривается. Это в Израиле? Да. А в России нет? Нет. Вот это хорошее отличие. Да, это принципиально. Не предвзятость потом. Конечно, конечно. Более того, если где-то даже в названии там канала, твоего видеоканала, где будет размещено промо, будет какой-то намек на твою фамилию, то ты сразу исключаешься из конкурса. То есть заявки подаются анонимно. Это очень строго. Но при этом недостаточно, вот тоже интересно, хотя ты подаешь, если ты подаешь только даже на разработку, то есть у тебя есть некая идея, но тебе нужно ее разработать, да, что-то поснимать, куда-то съездить, там, с кем-то пообщаться, ну, то есть затратить время. И для этого возможно получение вот небольшого гранта на эту работу. Но даже для этого ты должен, помимо того, что ты должен расписать свой проект, ты должен предоставить видео. То есть ты должен уже все равно что-то снять, или там, чтобы оператор тебе помог. Но это и есть как бы уровень серьезности, порог серьезности человека. То есть ты должен, вот, чтобы твой проект был уже все-таки каким-то образом можно было рассмотреть, увидеть что-то. Вот. И потом три эксперта рассматривают каждую, значит, заявку. И у них есть список вопросов, анкета некая, которые каждый вопрос они должны оценить по десятибальной шкале. То есть актуальность темы, сценарная идея, кинематографическое качество, знакомство с героями, ну и так далее. Но важно, что это формализовано. То есть это не то, что эксперт посмотрит и скажет, ну, мне не понравилось. Нет, это так нельзя. Не оценочное мнение. Да, не оценочное мнение, а нужно именно профессионально по каким-то четким критериям оценить и аргументировать. Еще и аргументировать. Да, и потрясающе, что ты, то есть я в итоге, ну, в общем, не получил этот грант на разработку, но я прошел, я получил очень ценный опыт. И после этого ты не получаешь просто отказ, да, как часто это европейские фонды, они пишут, что, к сожалению, мы не можем ответить конкретно, прокомментировать, потому что вас много, а я один там и так далее. Вот. Нет, здесь ты получаешь вот, собственно, то, что вот эти эксперты, как они оценили и как они аргументировали, ну, естественно, анонимно. А, то есть ты прям видишь, как они оценили тебя по этим всем критериям. Это потрясающе, да, это очень круто. Вот, естественно, ты не знаешь их имен, но у тебя нет возможности там найти этого человека и сказать, вот ты кто такой, как ты вот. Чтобы меня тут минус два ставить. Что бы ты посоветовал молодому амбициозному там режиссеру какому-то, которого есть замысел, но нет денег, что бы ты посоветовал, как вот ему начать снимать свой фильм? Просто начать снимать. Просто брать свою там камеру друга, начать снимать. Конечно, конечно. Ну, потом техника сейчас позволяет самому это делать. Вот я, как я говорил, что я последний фильм, ну, и вообще я часто в последнее время сам снимаю. Опять же, не потому что я считаю себя там выдающимся оператором. Нет, ну, потому что такие обстоятельства. Сократить бюджет. Да, а потом это дает более интимный контакт с героем, когда у тебя нет посредника. Ну, а потом бывают какие-то ситуации, когда, в принципе, невозможно присутствие еще каких-то людей. А вот, допустим, ну, вот снял я. Взял, у меня есть там камера, айфон хороший, я снял что-то. Что я дальше должен сделать с этим фильмом? Ну, собственно, тут два пути, наверное. Один – это просто выложить в интернет, и есть какая-то вероятность, что это выстрелит и вдруг приобретет какую-то массовую популярность. Но может и не выстрелить, и это не значит, что это плохо, и что это не получилось. Ну да, просто ты не попал в алгоритмы Ютьюба. Конечно. Фильм может быть хорошим. Но вот второй путь какой тогда? А второй – это фестивали. Это сейчас это… То есть огромное количество фестивалей, и есть в интернете платформы, через которые можно осуществлять эти рассылки. Но, к сожалению, это тоже требует денег. Бесплатно не подаются заявки? Редкие, редкие фестивали бесплатно принимают заявки. Ну, в среднем, сколько цена на подачу? Ну, по-разному. Бывает там от 10 евро до 100 евро. Ну, все равно подъемная цена, в принципе. Ну, как сказать, чтобы был результат, нужно посылать там каждый месяц на 10 фестивалей. То есть отдельный бюджет на то, чтобы попасть до фестиваля. Да, нет. По большому счету это бюджет продвижения фильма, который сейчас все больше становится сопоставимым с бюджетом самого фильма. Потому что, во-первых, нужно сделать перевод, нужно сделать английские субтитры. Ну, в общем, это требует. Потом нужно очищать музыкальные права, как минимум. Ну, да, тогда лучше изначально снимать так, чтобы у тебя были все права на музыку. Ну, в принципе, да. Снимать на английском, сразу на разных языках, на всех. Ну, это не всегда возможно, да. Поэтому, ну, нужно понимать, что это требует средств. Вот как ты думаешь, сколько фестиваля в среднем получает фильмов? Сколько фильмов в фестивале? Нет, получает. Вот фестиваль объявляет… А, ну, мне кажется, сотни там, потому что столько людей, режиссеров… Тысячи. Тысячи. Да, да. И надо все выбрать. То есть в среднем на фестиваль приходит порядка там 4-5 тысяч фильмов. И из них нужно отобрать несколько десятков. Ну, это даже хороший бизнес, я тебе скажу. Ну, в принципе, да. Ты не думал открыть свой фестиваль? Ну, кстати говоря, у меня был, но такой некоммерческий в музее Ахматовой я делал фестиваль. Да, в Питере я читал. Да, да. Я у всех своих гостей спрашиваю в конце, прошу в конце сказать что-нибудь доброе, позитивное, потому что время сейчас такое тяжелое. Есть ли у тебя что-нибудь для зрителей, какая-нибудь ободряющая мысль? Сложный вопрос. Ну, как, можно вспомнить экклезиаста, все пройдет, и это было, и это пройдет. Не, на самом деле, ну, все-таки мы видим очень много вдохновляющего, даже в этих обстоятельствах, вот та солидарность и то, как люди реагируют и проявляют себя. Поэтому, помимо того, что мы видим какие-то ужасающие вещи, мы видим и то, что наоборот вдохновляет и показывает, что люди способны, да, способны это преодолеть, сплотиться. Вот, ну, жаль, что для этого нужна большая беда, но что делать? Но она происходит, да, и… Станем только лучше, сильнее, чище, умнее. Ну, во всяком случае, мы видим в людях много позитивного, и вообще потрясающего. Это да. Израиль вот вообще показал себя, как сплоченная нация. Без войны это было не так видно. На фоне войны это прям вдохновляет. Конечно, конечно. Все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...